Привет, Гудгейм! Мы начинаем второй выпуск передачи Гудгейм Толкс. Начнем мы, как всегда, с Варкрафта, но перед этим давайте поздороваемся. Всем привет! Привет! Приветствую, друзья! Да, вот так вот ворвался Изард, редактор по Старкрафту, Варкрафту. Также с нами Черника, редактор по Лиге Легенд и Фламинго, он же ЛКГ. Это редактор по Овервотч. Начнем мы, по традиции, с Варкрафта. Итак, Сергей, тебе слово. Дорогие друзья! Прошедшая неделя, по сравнению с предпрошедшей неделей, выдалась относительно тихой. Относительно тихой. Но энтузиасты, так сказать, от Варкрафта-сообщества не дали все равно любителям Варкрафта заскучать. Потому что на этих выходных было аж два шоу-матча. Первый шоу-матч это... Украинский эльф, который всем хорошо известен, Фогги, сразился против одного из лучших китайских ночных эльфов, против Лайфа. И победил со счетом 3-2 и заработал тем самым себе 100 долларов. Вот такая вот хорошая, небольшая, приятная новость. 100 долларов? 100 долларов, да. Ничего себе. Если правильно помню, призовой фонд шоу-матча составлял 100 долларов. И эти шоу-матчи были на Гудгейме, да? Ну, естественно, стримы были на Гудгейме, да. Отлично. И новость была на Гудгейме тоже. Забота, но все, и справа. Причем, да, раз уж заговорили про платформы, игры проходили на китайском сервере NetEase. То есть, Фогги обыграл китайца, можно сказать, на его домашней, так сказать, территории. Пришел и победил. Вот. Сегодня же уже, а сегодня воскресенье, с чем я вас всех и поздравляю. Сегодня состоялся шоу-матч в рамках серии игр под названием Agric Fan Games. То есть, Agric это спонсор, который периодически выделяет деньги на различные шоу-матчи. И сегодня вот мы видели шоу-матч в режиме... Командный шоу-матч в режиме «Каждый сам за себя». Команда Нежити против команды Орков, против команды Альянса, против команды Ночных Эльфов. Что интересно, команды Нежити, команду Орков и команду Альянса составили китайские игроки. Очень сильные китайские игроки были ТЭД и корейские, там еще Люцифер. Были ТЭД, Люцифер, был Фокус, был Флай, был TH00, инфи. Вот так. А за Эльфов играла русскоязычная команда, русскоязычный состав. Фогги, Пух и ТГВ. Вот. Я, к сожалению, еще не знаю, как закончился этот матч. Антон, ты не знаешь? Нет, не знаю, к сожалению. Я вот как-то пока, он вот буквально недавно, наверное, закончился, несколько минут назад. Но я думаю, что это даже к лучшему. Те, кто не смотрел, они смогут посмотреть, и мы им не заспойлерим результаты. Да, я же заспойлерил. Боже мой, я кинул спойлер на как сыграли Фогги и Лайв. Ну, ладно, я думаю, что все уже к тому моменту, когда мы зарелизим этот подкаст, его просмотрят. Вот. А если будет какая-то ненависть в мой адрес, то я это, безусловно, почувствую, потому что у меня очень чувствительная аура. Да, мы поняли. Не продолжай. И что, в принципе-то, по ванкафту, наверное, у меня особо больше ничего нет. Продолжается сбор средств на юбилейные соты Гера Кап. На данный момент собрано 115 тысяч от Майлстоунов 200 тысяч. Уже собрано 120, я тебя не перейду. Уже 120. Ммм, прекрасно. И вот буквально только что глянул твиттер, команда Back to Warcraft объявится, кто не знает, это кастеры, ну, я думаю, все знают, кто интересует с ванкафтом, да, это иностранные кастеры, вот сейчас, наверное, основные, сообщили о том, что в течение ближайших дней все пожертвования, ну, весь донат, который будет поступать на их счет, будут переводить в призовой фонд Гера Капа. Ничего себе. Такие вот дела, да. А так, на самом деле, еще остается где-то, он будет 11-12 февраля, турнир остается 3 недели для того, чтобы насобирать еще 80 тысяч рублей. И тем самым, да, марта, я сказал, февраля, постоянно путаю месяцы, имею, могу, практикую. Да, 3 недели для того, чтобы насобирать еще 80 тысяч рублей. Вот так вот примерно сейчас у нас выглядит варкрафтерский, так сказать, пейзаж. Итак, с новостями по варкрафту третьим мы закончили, ну, тут что говорить, игра, скажем так, в топе, и новостей очень много, но мы справились. И сейчас переходим к лике легенд Черника, ты готова? В Лиге легенд особо ничего на этой неделе не происходило. В Америке все так же первенство занимает Cloud9, в Европе G2. Ориджин и Рокот, к нашему всеобщему сожалению и сожалению Симу в частности, занимаются все еще последней позицией и не одержали еще ни одной победы. В Корее лидеры все так же КТ Ростус и СКТ Телеком Т1, в Китае Эдвард Гейминг и в Тайване Флэш Вульфс. В Континентальной Лиге у нас поинтереснее дела обстоят. Вчера прошел матч Na'Vi и М19, он интересен тем, что в Na'Vi играет бывший стрелок М19, Амиракл. И он реально отыграл очень хорошо и, как мне кажется, в разу лучше Винсента, но тем не менее Na'Vi проиграли. Как же так получилось? Ну, не дотянули. Совершали ошибки. Но Амиракл он играл на Ашеб против Севера Винсента и замечательные ультимейты всегда попадал в цель, но это не помогло. Вот, так же из новостей уже международных будет им готовиться Польша. Наши М19 тоже туда едут, но в Лоле стала такая проблема, что очень мало сильных команд посетят этот турнир. Там будут H2K и Unicorn of Love и G2 со стороны Европы. Из них только G2 является более-менее достойной командой. Flash Wolf из Тайвани. И будет еще из Тайвани команда Hong Kong E-Sports. Она заменит китайский коллектив Edward Gaming. Но эта команда аутсайдера точно так же, как Kong 2 Monster и Rock Tiger из Кореи. То есть, по факту, из 8 команд только 2 достойные в плане тренировки и получения международного опыта для нашей команды. То есть, ну, я бы не сказала, что это будет чем-то интересным, вау-захватывающим. Но если М19 не справится даже с этим, то будет довольно много вопросов в команде. Я бы сказал даже наоборот. Чем меньше таких серьезных противников, тем больше будет шансов на победу и призовые. Это да. С одной стороны хорошо, но с другой стороны, мне кажется, это, ну, скучно, что ли. Плюс ребятам нужно набираться опыта, а его там, по факту, будет не особо много. Мне, скорее всего, интересно, что они от себя ждут. Как минимум, выход в пейлов или хотя бы дойти до стадии полуфиналов или чемпионского титла. Ну, если быть объективным, чисто так, ну, вряд ли они в финал с текущей формой выйдут. Но в полуфинал или как минимум, в пейлов могут пойти. С другой стороны, да, как говоришь, нехватка опыта. Но всегда, большинство команд делало так, что если есть сильные регионы, у тебя есть возможность туда переехать хотя бы на полмесяца, месяц, чтобы принять опыт, посмотреть, как все работает. То, может быть, лучше куда-то поехать в этот регион, как там, Америка или хотя бы в Азию. Не, или это накладно, как думаешь? Ну, вот, например, в прошлом году, когда был чемпионат мира, у них была проблема с тем, чтобы приехать на будкем в Корее. Я точно не помню, что там были за проблемы. Но вот в плане таких тренировок может быть много трудностей на самом деле. Что говорить, если они даже в нашей лиге не могут нормально поигрывать? У них то победа, то поражение. Не могут поймать какой-то темп победный. Как-то у них не идет. Они, кстати, еще занимают второе место, а первое место делят аж три команды. Воевиктис е-спорт, вега-сквадроны и виртус про. Довольно разношерстные команды. Можно сказать, что четвертое занимает, да. Да. Но стоит так говориться, что сегодня тоже будут игры. Так что, возможно, ситуация еще немножко изменится. Плюс я еще хотела бы поговорить на тему именно самой игры League of Legends. Недавно выпустили на лайв-сервера режим тренировок. И, не знаю, можно порофлить с этого, немного сказав, что Overwatch и Hotze это штука уже, не знаю, самого создания и релиза этих игр. Хотя игры в разы моложе самой Лиги League of Legends. Я вот долго не понимал, почему не могли добавить записи своих игр, реплеи. Ну, сейчас, насколько я знаю, они должны там быть присутствовать. Я этого очень долго не понимал. Потому что, как ни крути, если ты тренируешься, ты топовая команда в мире, ну, блин, тренер не может, или хоть аналитик, да, он не может просто так взять со стрима и найти всю информацию, которая нужна. Ну, потому что уж кастеры или... Ну, или кастеры, или те, кто камерой водит. Нет, функционал. Да-да-да. А, функционал. Просто невозможно, Тарас, просто с этого, как бы, с реплея записи турнирной и найти там ошибки и прочее. Тоже, что они показывают все стороны, да, то бишь, как они хотят сами посмотреть за определенным игроком и прочее. Ну, блин, как-то странно, что ты говоришь, вот нет функционала, причем вот такая игра, вот этот факт всегда поражал. Ну, 10 лет клиента, и вот только вот за последние 10 лет ничего не появилось, только недавно. Причем только, по-моему, в новом клиенте есть этот режим рестримов с сохранением и просмотром внутри клиента. Инструмент для тренировок появился. Ну, блин, он тоже уже сколько... По-моему, он реально с самого релиза Overwatch и Hudson был. Ну, может быть, конечно, я ошибаюсь. Ну, черт возьми, 10 лет. Это, нет, за Ходс был сразу, ну, в Верлочи, да, это наболевшая тема просто. Ну, там они и сами, и Бризер, короче, не знаю, что там. Ну, хоть какой-то же функционал был там, не знаю, в мобо этих роботов, ходящих по полигону подстрелять. Еще есть такой момент, в отличие от Ходса, в Легенд нельзя, по-моему, посмотреть вот именно через этот режим, героя, которых у тебя нет. Героев, которых у тебя нет. То есть, если ты хочешь потренироваться за какого-то там лесника, чтобы понять, сможешь ли ты вообще или не сможешь, нужно тебе его покупать или нет, то функционал все равно этого не предоставляет. Это тоже довольно странно, на мой взгляд, потому что... Обидно. Ну, интересно, сначала купи его, потом играю, и все правильно. Нет, у них хоритика такая, что есть фрипик, каждую неделю он меняется, там определенное количество чемпионов, типа, хочешь, пробуй. Мне нравятся те чемпионы во фрипике, жди следующий фрипик и так далее. Но так можно и целый год ждать, а некоторые чемпионы до определенного времени во фрипике вообще не появлялись. Например, Поппи, Йорик и Ургот до недавних реворков не появлялись там, потому что они непопулярны. Их винрейт в некоторые моменты достигал нуля. Ну, и пикрейт. Так что... А вдруг человеку захочется? Вот если захочется, пусть он купит и играет. А вдруг он поймет, что он ошибался, все, деньги не вернут. Вот. Еще наши русские локализаторы Лиги Легенд наконец-таки начали исполнять свое обещание, данное полтора года назад, о том, что они будут переозвучивать чемпионов. Они это вроде как делали, там, одного-двух чемпионов переозвучили. Сейчас они выложили уже список чуть побольше с переозвученными чемпионами, которые уже, насколько я поняла, есть на лайве. Сама не тестила, не знаю, лучше-хуже. Надеюсь, что лучше. Хотя, насколько я знаю, большинство... Ну, большинство, многие игроки, которые играют на русервере, используют все-таки европейскую озвучку или какую-нибудь корейскую. Даже корейскую? Да, например, у нас стример Вивинамеус очень любит менять озвучки. Даже играя на евросервере, он там турецкую ставит, японскую. На самом деле, очень забавно. Так, что-то еще есть у нас по логу? Нет. Это все. Из того, что мне было интересно. Так, из того, что черники было интересно, мы все послушали. Теперь давайте перейдем к Овервотчу. Пласт, мы тебя слушаем внимательно очень. Так, спасибо. А на прошлой неделе каких-то мега-знаковых событий не наблюдалось, как и на позапрошлой. Было несколько интересных трансферов, а потом были интригующие весьма новости. Ну и, наверное, одно из самых таких вот главных, но это я бы скорее под конец бы оставил, это то, что вся Европа, даже в частности хорошие наши СНГ-шние игроки, потихоньку перебирается на старый континент, в Америку, потому что там Овервотч, в частности, очень хорошо развивается и намного легче попасть в Тир-2, в Тир-3 команду, например, если ты не дотягиваешь уровень Тир-1. Начал бы, наверное, с пары новостей. Из них, наверное, самое интересное, это был A United подписывает, AXR United, то бишь бывшая команда A United, которая сначала задизбандила пару игроков, попрощалась с Wing Heaven'ом танком и попрощалась с Unigod'ом, то бишь норвежским ДПС игроком, а после этого, спустя пару месяцев, сама распалась. Ну, там, скорее всего, финансовые трудности были и плохие переговоры со спонсорами и плюс такие вот внутри командные мелочи, которые вылезли в то, что Reunited прекратили свое существование. Так вот, в Reunited пришли два наших игрока, бывшие игроки Anox и Slav Scott, соответственно, Rubicon и Sharik. Rubicon Support, Sharik Tank. Играют они уже с парнями, по-моему, около месяца. Первый турнир такой, ну, относительно крупный, да, по меркам онлайна в Европе, потому что сейчас не так много турниров. Они ее выиграли, Strayl, сейчас даже, вот, не прикольно, а, Strayfire Monty называется. Вот, там было, по-моему, 10 или 15 хороших топовых команд, что-то между Тир-1 и Тир-2, да, там, соответственно, было, например, 10-12 игроков и команд с Тир-2 подразделения, а парочку там было Тир-1, то бишь они хорошо себя показали, выиграли, вот, и их подписал E-United, американский мультигейминг, который известен командами и составом по Call of Duty и таким вот популярным нынче в Америке дисциплинам, как, ну, скорее всего, это, наверное, консульное подразделение, но не факт. Вот, то бишь они их подписали, дали им хорошие относительные условия и, насколько знаю, я вот недавно видел в Твиттере о Ваутаже, вот он, эстонский игрок, он у себя в Твиттере писал, что они очень скоро отправятся в Корею, то бишь у них будет хороший буткем там, а так как мы знаем, что все команды, которые уезжают в Корею, они поднимают участие в корейском турнире крутном, там призовые около 300 тысяч долларов, это Overwatch Apex, сейчас второй сезон идет в разгаре, там четыре представителя, ну, наших команд, как говорится в кавычках, это Европа и Америка, там Cloud9, Envias, Misfits, вот, то бишь пытается прорываться, у них дела неплохо выигрывают, так вот, у них будет буткемп, они туда отправятся, ну, единственная, наверное, опаска, это СНГ и визы, как всегда, потому что Рубикон из СНГ региона, Шарик, он русскоговорящий, но живет в Англии, так что в Европе все дела, там нет особых проблем получить куда-либо визу, причем вот с Америкой, с Канадой, в Европе, но относительно простой визовый режим, так что, наверное, тут скорее всего будут упираться в самого Рубикона, он же Рубен, Зурабян, саппорт Айсип, он получит визу, ну, я думаю, получит, и они будут там под отворный тренироваться, хорошая команда, хорошие спонсоры, ну, единственное, там у них чуть-чуть поменялась расстановка сил в команде, то бишь, Круис раньше играл на саппорте, в частности, он играл на таких, более колющих саппортах, как Люсио, пересел на ДПС, тубиш на игрока, на Керри, который крушает всех и вся, ну, относительно турнира этого онлайного за 500 евриков, он играл неплохо, но ему нужно очень много времени, чтобы хорошо себя показать, потому что это, ну, не то, что не его роль, но он почти год играл на саппорте, и ему нужно прилавчиться, научиться, потому что, ну, одна из решающих ролей, которые, ну, на тебе тоже много чего строится, и ты должен свою команду тащить, так как ты, как бы, Керри, тот человек, который убивает тебе саппорты, танки, делает space, то бишь пространство для того, чтобы ты тащил. Ну, игры были неплохие, относительно, вот, ну, что касается наших ребят, шарик лучше, винг-хэвенов, танков, он, если в ЗБТ был винг-хэвенов, очень хороший танк, такой стабильный, был одним из лучших, то шарик был на его уровне, а после релиза, винг-хэвенов, пошел спад игре, у шарика, наоборот, держит свой уровень, потихоньку, расцвет, выезд, то бишь, он более, более сейвово играет, нежели он в некоторых моментах, а если нужна агрессия, он более агрессивный, нежели он, то бишь, хорошее приобретение, ну, Рубикон, один из топовых саппортов, у нас в СНГ, у него хорошая Анна, Анна-Мари, и занята, то бишь, такие ДПС, саппорты, ну, хорошее приобретение, молодцы, увидим, что из этого выйдет, ну, думаю, могут, даже если будут в Корее тренироваться, могут там, в ПЛО выходить, различных лиг, почему бы и нет, вот, вторая такая вот, крупная новость, ну, это, опять же, касается СНГ региона, бывшая, бывшая команда, Рекс Кис, по Оверлочу, она же Торнадо Рокс, сейчас Рокс попрощилась с инлайером, с ДПС, славный, малый, 18 лет, по-моему, молодой, неплохо играет, играет на керри, играет на, я бы сказал так, скорее всего, мили хитскан, то бишь, в Оверлоче, есть подразделение, керри на хитскан, то бишь, на ренж, это там, ну, фул хитскан, да, это я имею ввиду, вдова, которая на огромное расстояние убивает, солдат, который убивает на расстояние фара, да, вот такие вот мощные керри, с ренжа, которые стреляют, он же играет, наоборот, более на мили керриках, но они тоже имеют потенциал в ренж, это макри, это три са, ну, иногда берет солдата, пуджа, и так далее, то бишь, в Оверлоче есть такое подразделение, и что примечательно, что игроки, которые играют на фул хитскан керри, то бишь, как я говорил, фара, вдова, например, да, солдат, они не переучиваются на свою вторую роль, да, там, на трейсер, макри, на вот эти милишные хитскан керри, а командам проще найти нового игрока, который сильно выступает на своей роли, то бишь, пока еще все не пришло к тому, чтобы керри между собой были более флексивильны переучивались, потому что командам намного легче найти топового игрока на свои определенные роли, и с ним уже работать, нежели переучивать своего игрока, типа, на вторую роль, например, с милиши, скан ДПС, который плохо стреляет вблизь, и имеет потенциал вдаль, на бойцов дальнего боя, то бишь, интересный факт. Они с ним попрощались, насколько я знаю, он сейчас троялтица в Америку, хороший коллектив, играет он неплохо, часто стримит, тоже одна еще пикантная изюминка, он бывший CSGO игрок, играл с WorldEdit, и прочим, в неплохих командах, очень потенциальный был, увы, молодость губит, и вагбан поставил крест на его карьере, потому что он играл с читами, кто не играет с читами, в CS, да, есть такое, вот, и он попался, его забанили, и он перешел полностью на оверлоч, что касается кс-ки, он был, ну, очень перспективный, очень хорошо стрелял, насколько я знаю, ну, и получилось так, что... только с читами, кто плохо стреляет, не, смотри, тут две стороны монеты, то бишь, как говорил, по-моему, оффмайстер или флюша, не помню, по оффмайстер, на прошедшем мажоре, Валич, ты можешь играть с читами в интернете, не палиться, правильно, правильно, что тебя, как бы, не спалят, вот, но вот ты должен приезжать на ванне и должен показывать, если не такую же игру, но чуть-чуть похоже, и тогда уже, ну, совсем без разницы, на тебя будут смотреть, если ты иногда там по фанчик учит, взял, ну, относительно, как сказать, ну, будет, как бы, не круто читерить, да, но, как по словам самого, так оно и есть, просто, если ты убер крутой игрок в онлайне, и ты, например, не спалился, но ты, использовал читерить, как сказать, или имел с этим дело, и ты приехал на оффлайн-соревнования, на ванн, и показываешь не хуже игру, то ты достойный, как бы, то бишь, не круто, да, соответственно, играть с читами, но, важен ванн-турнир, то бишь, в онлайне много, много кто играет с читами, многие профессиональных игроков подозревали в читах, там, огромное количество нарезок, гифок, видео, ба-ба-ба-ба-ба-ба, но решающие таланты, таланты событий, там, кстати, овервотчик, как дела обстоят с читами, они есть там? овервотча, да, есть у нового кеймбота, триггер-бота, но, я бы сказал, Корея пользуется, как бы, это, скорее всего, больше, имеет отношение к Азии, потому что, в Европе, в Америке, с этим проблем не было, единственное, кого подозревали, это было тайму, финский игрок команды, Team Envias, Hard Carry, как раз таки, пол-рэндж, пол-миличный, как я говорил, он еще в TF, играл в Team Fortress, и, как раз, насколько я знаю, его там тоже, называли читером, ну, играл он вроде топового, так же, как и Твика, называли свое время, читером в TF, но, тут, были некоторые нарезки, даже с БТ, но, ничего никому не докажешь, ну, просто, он, у него сенца такая, он так, дергает мышкой, так водит по коврику, просто, так вот, что я хотел вкратце, то бишь, он ушел, причина, ну, причина, как бы, она не разглашается, но, насколько я знаю, у них были, не согласовки в команде, то бишь, все игроки, они очень хорошие, скилловые, неплохо играют, все имеют, как говорится, если уж, смотреть по рейтингу, да, там, топ 500 и прочее, то бишь, лучший рейтинг, стабильно играет с лучшими игроками Европы, иногда параллельно заходят на Америку, но, что касается командной игры, у них все неплохо, ну, в каких-то моментах, или кнопки не так прожимаются, хотя они умеют прожимать кнопки, или просто коммуникация какая-то странная, кто-то дал попозже ультимейт, не жаль, не нужно было, кто-то загулял, кто-то, как говорится, видит бык красное, красное полотно, и бежит туда, как-то так вот, но они решились с ним попрощаться, тестят игроков, насколько я знаю, сейчас они не играют, потому что у капитана команда ОНГ, никакие проблемы, там надо что-то решить, жаргонная сленга, в риолайфе, вот, тестят там пару игроков, насколько я знаю, тестили Хроу, бывший игрок Працов, тоже еще бородатые времена со мной в команде, наступал на место, на место там Коза, Фузи, других, типа, людей, он нам помогал записывать воды, и сам, стандинял с нами, вот, ну, как-то так, не знаю, насколько знаю, вот интересно, у них, полно, еще один игрок, как раз вот в понедельник, уйдет, потому что, как я вначале говорил, все валят в Америку, потому что там все более-менее развито, из наших свободных агентов, это, это, Нэш, Экс Анокс, Экс Слав Скотт, и, Квейк Легенда, Сайфер, Экс Анокс, но, тут такое дело, Герман Нэш Кобрин, то бишь, бывший игрок Аноксов, сейчас, тестится в Energy Gaming, то бишь, в американскую, топовую тирадин команду, которая владеет Шалки О'Нил, там играет как раз знаменитый Тефер, и очень крутой игрок, в Айрвочи, Сигал, то бишь, там, уже полторы недели тестится, ему вот скоро-скоро скажут, возьмут, не возьмут, а наш СНГшный Квакер, легенда Алексей Сайфер-Юнушовский, играет в Liquid, тестится в Liquid, потому что в Liquid есть и Rafa, они вроде, насколько знаю, у них были всегда теплые, положительные отношения, не ладили с собой и прочее, то бишь, наверное, по старинке попросил, то есть предложил, вот, Rafa, ну, AZK, это Кейсер старенький, насколько знаю, по-моему, в 1.6, в Гошку играл и так далее, то бишь, он туда тестится, недавно вот выступал на турнире Enter the Arena, Overwatch, но они не прошли, по-моему, в плей-офф они прошли, но дальше, по-моему, 1.4, они как раз-таки не прошли, я их обыграл Splice, а нет, вот как раз Selfies, смотрю в сетку, обыграли, то бишь, они вылетели, как-то так вкратце из новостей, но единственное, что еще могу напомнить, так это уход из неплохой команды, Тир-2 топовой, Хуни ушел из команды, сейчас скажу, Гранд Денуис, как-то так, это бывший фрагстер, вот, и он как раз-таки покинул коллектив, тоже будет пытаться теститься в команде, ну и под конец будем переходить, наверное, к парочке новостям, интересных, от таких, вот, пародийный журнал, Пайвотш закрыт из-за нарушения авторских прав, как мы знаем, Overwatch, ну, одна из ожидаемых игр, много наград получила, ну, естественно, многие любят порнушку, и многие любят смотреть на игровых персонажей, и прочее, уже несколько раз было, что закрывали, открывали, и как раз-таки, все, что имеет отношение с тематикой, Overwatch пиарится, в этом плане, для пиар-менеджера и пиар-отделения, Близов норм, хайп-шумиха идет, так вот, в чем была, соответственно, причина, редакция, как раз, получала уведомления, от самих представителей, от самих Близов, и именно, приостановила работу, в чем сок, сок в том, что, было нарушено, были нарушены права, на инкитарную собственность, компании, Близов, соответственно, все, все попытались, разрешить мирный конфликт, просто между собой, связались, и выяснили обстоятельства, команда плей-вотча, потратила огромное количество часов, пыталась создать, что-то интересное, оно окупилось, но, все мы знаем, что, Близов строго относительно относится ко всему этому, к упоминанию игр, к каким-то, к каким-то косвенному, к какому-то косвенному контенту, к игровому, да, то-бишь, не любят это дело. там, суть в том, что, если я не ошибаюсь, поправишь, что, все было нормально, до того, как они не захотели это все поставить на коммерческую основу, то есть, Близы разрешают рисовать, там, делать все, что хотите, с нашими героями, но не продавайте их, не используйте этих героев в качестве товаров, но они продали на какую-то смешную сумму, на 50, что ли, долларов, и после этого Близы озаботились, и вот, подали в жалобу. Согласен. В том, есть такой сайт, Patreon, кажется, на нем продают косплеерши, в том числе, наши соотечественницы, и, ну, такой, скажем так, new content, и, собственно, была еще инфа, то, что контент данного журнала можно также покупку продавать, там, через этот сайт, то есть, закрывают плашкой, платишь деньги, тебе эту плашку открывают, смотри сколько угодно, вот, то есть, именно, вот, в таком плане, и в таком контенте, Blizzard в ходе не устроил. Ну, насколько знаю, там, они хотели продать, но не думаю, что они там, пару выпусков продали, но тогда, в том, ты прав. Ну, я бы, наверное, может быть, так же поступил, или, как-то нашел бы другой путь, хотя, с одной стороны, это, наверное, правда, потому что, чем-то ты трудишься, а потом, народ это пытается перепродать, но с другой стороны, это, наверное, дополнительная реклама, так что, 50 на 50, но, скорее всего, я бы преклонился на сторону Blizzard, но, не знаю, может, я бы сделал так, если бы они, например, продавали, там, не знаю, из этих 50 долларов, там, 10 долларов, продавали Близзам, как-то так, и тем, и тем, как бы, профит, а и для Близзов, это еще реклама. Может, Близзах хотят сами такой журнал замутить? Не думаю, там, было бы круто, но, не думаю, они весьма консервативная фирма в этом. Да, и, наверное, наоборот, Близзам, как-то, было бы, не с руки получать, хоть вот эти вот, копейки, да, там, какой-то процент, за, эротические журналы, я думаю, что это какой-то, был бы негативный имидж. Тем более, что, были скандалы, типа, с трейсер, и прочее, с героями, насчет, насчет всего этого, что они, план, неудовлетворительная поза, герои, как они, неудовлетворительная поза, неудовлетворительная поза, сделали, но, это относится к тому, что Близзе этого делать не хотят, они слушают публика, они более консервативная, консервативная разработчик, нежели другие, в этом плане, я бы сказал так, но, журнальчик, наверное, ажиотаж вызвал, типа, народ захотел бы посмотреть, или, почитать, я так думаю, вот, что дальше, ну, интересная такая, кратенькая новость, Тревор Мэй, популярный, профессиональный бейсболист, подписал контракт, ну, как контракт, косвенно, скорее всего, так назвал, начинает работать с Lumino City Gaming, потому, что он, он будет стримить на их канал, он очень, он большой любитель компьютерных игр, увлекается, и раньше стрима World of Warcraft, прохождение других игрушек, консульных, так и компьютерных, и он сейчас будет, как мы все понимаем, как я понимаю, будет просто лицом Lumino City, будет стримить, будет делать, какой-то контент, или работать, как-то, фото и степи, пиар, стриминг, и так далее, неплохо относительно того, популярный бейсболист, тем более, может какую-то пользу принести, рассказать, привлечь, может еще кому-то со стороны крупных, крупных спонсоров, или со стороны классического спорта, и это прикольно тем, что все больше и больше людей, организации приходят из большого спорта, соответственно, в бесплатный аналог, так как видят большой потенциал, и быстро развивающиеся направления, Шакелон не укупил, Energy владеет огромным пакетом акций, NBA клубы, NHL клубы, начинают потихоньку инвестировать туда, у нас в Европе, европейские футбольные клубы, начинают инвестировать, видят будущее, и хотят с этим работать, потому что аудитория огромная, миллионная, платежеспособная, соответственно, ну и, как мы знаем, намного легче заказать и сделать рекламу в киберспорте, нежели относительно классического спорта, причем обороты того и того, как минимум, а иногда даже киберспортивное киберспортивное направление в этом плане получше, то, что больше людей смотрит, больше людей это видит, вот, как-то так, что еще у нас было, и вот, буквально вчера мы написали, в частности, Сим, что новый герой в Overwatch может быть не Doomfist, как все предполагали, а кто-то другой, скорее всего, Афина или какой-то аналог, кстати, со времен анонсов или со времен релиза самого Overwatch, Близе выпустил только двух героев, как раз это Сомбра и Анна-Мари, и сейчас они работают на третьем, но я скептически относился ко всем этим информациям, да, как-то люди любят раскапывать, в частности, Лонг, они говорили, что рука Doomfist была на пейлоуде, или как раз на машинке на картину в бане, но это было и давно известно, то есть со времен ЗБТ, лучше подождать и посмотреть, но с другой стороны хорошо, что народ комьюнити пытается копаться, пытается делать что-то, смотреть на соответственно на датамайн и про вот. Да-да-да-да, ну Афина это по сути, ну это интеллект, но который в какой-то степени включил Бастиона, она присутствует во всей игре, то бишь она сам голос этой игре, можно так сказать, и посмотрим, что из этого выйдет. Ну я бы не загадывал, что это будет Афина или будет Doomfist, я бы просто подождал. Скорее всего я бы сказал так, что следующий герой будет, наверное, танк, танковый герой, потому что героев поддержки, саппорта много относительно, добавили, добавили и героев как обороны, так и атаки, то есть этих гибридных ДПСов, но танков мало, потому что в игре есть только один классический танк, это Рейнхард и Винстон, который ему иногда косвенно помогает, но это флексибильный танк, скорее всего, так как он может быть главным танком на некоторых картах, но он просто чаще используется как вспомогательный танк, второй, вот, и было бы прикольно, если бы Близзард принесли нового героя в эту русу, в эту степь, танковую, как говорится, потому что классических танков почти нет, он один, с натяжкой полтора, потому что видится, это 50 на 50. Да, они бы добавили уже хоть в кого-нибудь, потому что играю летом еще вышла и только два героя добавили, все-таки очень, очень мало героев. Ну, как бы, да, но с другой стороны зачем спешить, потому что, не знаю, это дело привычки, тут 50 на 50, кому-то нравится, кому-то нет, кто-то привыкает, кто-то нет. да, я бы сказал, было поинтересно, но меня вполне устраивает темп, которым добавляют новых героев Близзот, он не слишком короткий и не слишком длинный, какой-то золотой, золотой стандарт или что-то вроде этого присутствует, так что, ну, как по мне, нормально. Как я помню, моменты бетки, Близзот говорили, что они будут выпускать примерно каждые два месяца новых героев, два-три месяца, знаешь, как говорится, кто-то сказал, кто-то на... Близзы такие в этом плане. Да, хотели, но получается... В общем, главный плюс Близзард, они работают с комьюнити, в частности, с профессиональными игроками, спрашивают их мнение и мнение самих профессиональных игроков имеет огромное влияние, соответственно, на игру, то бишь, на героев, на карты, на какие-то внутриигровые аспекты. То бишь, было бы круто, если бы был так, потому что, если считать вот так вот, саппортов много выпустили относительно. Есть и герои обороны, и дефенсы, вот эти гибридные ДПСы, офенс, дефенс, и сейчас, по идее, должен быть там как-то так. Ну, давайте, не будем загадывать, посмотрим, что будет. Ну, одна из последних, такая вот мини-новость, сотрудники Близзарда интригуют пользователей обменом скинами. Очень много на Рейдите было жалоб, ну, как жалоб, относительно жалоб, игроки были недовольны, что нельзя как-то делиться скинами, обмениваться и прочее, потому что во всех других это присутствует, да, в играх, в Counter-Strike, в втором творении из врагов, в Доте 2, в Лиге Легенд, в конце концов, насчет героев, я не помню, по-моему, есть такая фишка или нет, героев, Киров, да что, по-моему, нет. Нет, там такого нет. И они бы были рады, чтобы можно было как-то делиться и прочее. Ну, сотрудники насчет этого, как бы, да, они, наверное, не то, что не рады, они просто не проходят, скорее всего, не знают, как это разделить или как это сделать. Вот. Ну, чтобы, потому что, что это обмен скинов? Во-первых, ты пойму обмена, ты их можешь распылять, крафт, да, как в Доте, то бишь перепродавать и так далее. А это, если перепродажа, огромное количество народа, который барыжит и делает, плюс Blizzard консервативная, довольно-таки компания. Не знаю, они над этим думают, Джефф Каплан, как говорит, он рассматривает возможность введения такой опции. Сейчас, что мы имеем, сейчас только скины выпадают из контейнеров, их можно покупать или не падать за левел. Ты не знаешь, что там есть, то бишь, рандомно, у тебя выпадает что-то. Может это быть легендарка, может быть просто какой-нибудь равный предмет, или какая-то анкоманка. как-то так. Ну, увидим. Окей. Кстати, вот о вопросе Близзов и комьюнити. Мы, наверное, здесь плавно перейдем к Старкрафту. В нем это очень больная тема. Игорь сказал, что Близзов всегда слушают комьюнити и профессиональных игроков. Давайте послушаем представителя Старкрафта, что он скажет по этому поводу. Сергей, тебе слово. По поводу того, слушают ли Близзов комьюнити и профессиональных игроков. Слушают, да, но если честно, я не уверен, во-первых, так ли это необходимо здесь, сейчас. Ну, безусловно, в какой-то степени да, но слишком много постоянных жалоб и отделить, как сказать, зерна от плевел очень-очень сложно иногда. Да, и даже вспоминая предыдущий год, вспоминая профессиональный фидбэк от профессиональных игроков очень часто шла разная информация. То есть, допустим, Корея говорила, ага, тираны-то имбалансные ребята, вы что? Допустим, Европа говорила наоборот, насколько я помню, да, в Европе там зерги доминировали, вот, и в связи с этим, ну, такие определенные проблемы были. Или, например, Корейцы говорили, что их за слишком сложно, да, что теперь нужно постоянно что-то там куда-то дропать, кого-то харасить, что-то, 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 хотя, казалось бы, что специально так и делали, а оказалось, что не угодили. Поэтому здесь так. Забота-то ведется, да, постоянно, постоянно что-то, ищут, постоянно что-то, обсуждают, какие-то новшества и так далее, и тому подобное. Но мне кажется, что может быть, даже иногда слишком уж Blizzard старается угодить сообществу. Вот прям слишком. Если можно, маленькую, краткую вставочку. Я с тобой соглашусь, но в Overwatch, наверное, немножечко легче работать с этим, нежели в StarCraft и подобных дисциплинах. Потому что, во-первых, это шутер, там не нужно такое количество правых изменений, как в StarCraft, да, потому что StarCraft и прочее, там огромное количество механик, всяких тонкостей и прочего. И, скорее всего, наверное, легче работать с Overwatch, ну, в моем понимании. Потому что легче балансить, легче вводить новые карты и не столько они заморачиваются, например, как с тем же StarCraft. Насчет героев Шторма, Heroes of the Storm, ну, наверное, тоже, я бы сказал бы, что им легче, чем StarCraft. Наверное, самое сложное вот с этим балансом и прислушиванием это как раз таки является StarCraft, потому что более сложен. Я не поспорю, потому что вот поменяли одну циферку и все уже там началось. Ну, это как вспоминая прошлый год, начало адептов, которые сначала просто унижали Террана, а потом вроде как поменяли урон всего на одну циферку, чтобы не два удара по рабочим, а три удара по рабочим, и стало можно играть. Да, давайте теперь полноценно перейдем к StarCraft, что было за последнюю неделю, какие-то новости в турниры и так далее. Да, 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 да. Ну что же, основное, закончился второй групповой этап GSL, сыграли две группы, сыграла группа C, сыграла группа D, группа C, C, боже мой, группа C, отыграла в среду, играли Hero, Rian, Rian, то есть Trap и Linac, ну и без особых, наверное, сенсаций с первого места вышел Hero, потому что он в этой четвертой самый такой сильный, самый заслуженный игрок, и со второго места вышел Rian. Тоже, в принципе, ничего удивительного, потому что по силе он ни Trap, ни Linac не уступает. Вот, интересно, что в принципе пока что не очень, наверное, хорошо идет год у Trap, почему интересно, потому что он один из тех немногих игроков, которые сейчас выступают за профессиональную команду, то есть он играет за JNR Green Wings, и в принципе из такой группы с двумя, ну, Rian играет сейчас за True Esports, иностранную команду, и Linac без команды, то есть в принципе Trap с такой группы мог бы выходить, наверное, но вот не вышел. Вот, и вчера в субботу отыграла группа D, Maru, SOS, KIN и BUNNY. С первого места, опять же, предсказуемо, достаточно вышел Maru, со второго места вышел SOS, вот, который на переигровке только обыграл KIN, то есть он проиграл ему первый матч, но во втором собрался и затащил. Тоже, в принципе, никаких особых сенсаций, потому что и Maru, и SOS, они гораздо более заслуженные игроки, чем KIN и BUNNY, там, в плане, наверное, и каких-то достижений, вот, превосходят двух последних, и в плане игрового мастерства и известности и вообще, наверное, по всем параметрам. Таким образом, на этой неделе у нас уже начнется плей-офф, на этой неделе будут сыграны все, на предстоящей неделе, будут сыграны все матчи, все матчи четвертьфиналов, это TY против SU, это Hero против SOS, это Stars против Innovation, и это Rian против Maru. Получились очень интересные пары, и интересен также тот момент, что из всех этих игроков только Innovation, если я не ошибаюсь, выигрывал GSL, то есть Maru выигрывал другую корейскую Star League, Rian не выигрывал корейских Star League, Stars не выигрывал, если не ошибаюсь, SOS и Hero, сейчас точно не вспомню, Hero точно не выигрывал, SOS, по-моему, тоже, SU четыре раза занимал второе место, если я правильно помню, и TY не выигрывал, то есть, такой вот интересный получается набор участников, и вот Innovation Stars, матч будет в субботу, повторение финала Intel Extreme Masters , будет интересно посмотреть, сделал ли Стас какую-то работу над ошибками, сможет ли он сейчас обыграть Innovation, потому что, в принципе, Стас, это именно тот человек, который в первом групповом этапе выбил пьяно, что само по себе как бы очень круто, и он так вот интересно играет, у него то он выигрывает кого-то очень сильного, то проигрывает кому-то очень сильному, да, то есть, в принципе, сейчас, мне кажется, он вполне может катнуть Innovation, пройти в полуфинал, вот, по другим парам, TY против SU, тоже, безусловно, интересный матч, потому что TY в хорошей достаточно форме находится после Везга, и SU сейчас показывает хорошую игру, вышел из группы смерти вместе с Дарком, да, вот где Дарк занял последнее место на третьем классике, и Innovation и SU вышли, это интересный матч, Hero против SOS интереснейшая, абсолютно, PvP, тоже, мне кажется, абсолютно любой из них может победить примерно равные шансы, и Rian против Maru, вроде как набрал хороший ход, но в то же время Rian очень хорошо, если я правильно помню, недавно играл против Biano, а, так, господи, Rian, ты и обыграл Biano как раз в групповом этапе, в первом групповом этапе, да, то есть, два игрока с очень сильным ТВТ, и будет вот прям круто, 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 так что, всем смотрите обязательно, вот, по GSL это, наверное, все, можно переходить к турнирам более... Я бы еще отметил, что первое место заняли три терена, это как-то наводит на мысли, по-твоему? на самом деле, нет, на самом деле не наводит, потому что, я бы сказал, не наводит, потому что Innovation, ну, он просто очень хорошо играет, я бы сказал, да? Тут я, да, соглашусь. вот, Maru, в принципе, в той группе, в которой играл он, ничего удивительного в его первом месте нету, мне кажется. TY, вот, ну, TY, наверное, примерно равен по силам Стасу и Бьялу, но, мне кажется, ну, вот так вот сложилось, мне кажется, если, допустим, получится так, что в финале TY сыграет против Стаса, мне кажется, выиграет Стас, если такое вот вообще произойдет гипотетически, то есть, здесь все очень-очень так, ну, как на весах, то чашек в одну сторону качнется, то в другую, то есть, если тот же Стас, допустим, один день выигрывает Innovation, другой раз он ему проигрывает, или там два матча выигрывает, два проигрывает, и примерно вот в таком ключе, то есть, на топовом уровне оно все достаточно так, как сказать, равненько, мне кажется, но единственное, вот Innovation как-то отличается какой-то, наверное, стабильностью, да, и то он может, например, проиграть и Лайву достаточно так хорошо какой-нибудь 1-4, или 2-4, или 1-3, вот, я не думаю, что сейчас какой-то есть заметный прям имбаланс в сторону, в пользу тиранов, потому что, ну, блин, Бьян не вышел, Бьян не вышел из группы, проиграв Стасов, так что, мне кажется, здесь все, все достаточно балансно, вот, в этих моментах. Идем дальше, Team Open, турнир на 5000 долларов, онлайновый турнир, где собраны игроки со всего света, на этой неделе сыграло еще несколько групп, 15 февраля играла вторая европейская группа, в которой выступал Кас, это был второй представитель СНГ, первый представитель СНГ, Блай, играл в другой европейской группе, занял не последнее место, ну, и, собственно говоря, такой же успех, не успех, повторил Кас, у Кас не вышел, Кас Матый, из группы, проиграл сначала, сейчас, минуточку, сначала проиграл Нерчо 2-0, и потом проиграл ДНС тоже 2-0, занял в результате последнее место, это печально, это печально, но, для тех, кто соскучился, кто снова захочет увидеть, наверное, Каса в игре, вот эта вот новость, которая прошла, про Лан-турнир, который пройдет в Одессе, 25 февраля, будет называться Skill Open, соберет лучших игроков Украины, и он, в принципе, открыт для всех желающих, но, насколько мне известно, никто из России туда приехать пока что не планирует, вот, поэтому мы увидим 6 лучших украинских игроков, плюс еще 2 игрока там пройдут по открытой, по открытой сетке, да, сетке аматоров, так называемые, в результате сетка на топ-8 Double Elimination, и призовой фунт в размере 500 долларов, 25 февраля это будет, и, я думаю, ух ты, напугали меня, и 25 февраля это будет, и, соответственно, тоже, я думаю, такое вот интересное событие, тем более, что Лан-турниров у нас в СНГ, ну, как-то, скажем, прямо не очень много. А там разве 500, по-моему, 1000 долларов. 1000, да, значит, я ошибся, да, возможно, 500 за первое место, значит. Тут напрашивается такой вопрос, какой, ну, я понимаю, что в СНГ уровень, наверное, не очень новый, на каком уровне сейчас наши игроки находятся, насколько все плохо в одной СНГ сцене, в частности, есть относительно европейская и так далее, и конкуренция. Ну, мы вроде это говорили немножко про это в том подкасте, который не был опубликован, который у нас пробный, я говорил, что, ну, уровень Европы, ой, Европы, ну да, Европы по сравнению с СНГ гораздо выше, вот, ну, или СНГ гораздо ниже, чем общеевропейский. Мне почему-то кажется, что существует такая определенная экзолированность, вроде как Европа, она вот, как ее назвать, такая большая деревня, да, и они там все вроде как-то вместе, а СНГ как-то немножечко так в стороне, и поэтому в том числе и поэтому возникает определенный разрыв в уровне игры, например, ну, и самый конкурентноспособный игрок в СНГ сейчас, это Блай, вот, и мне как раз кажется, что конкурентноспособность такая Блая, она как раз связана с тем, что он много общается, много взаимодействует с другими иностранными игроками, ну, может быть, мне это только кажется, да, в то время как, так вот остальные наши, они как-то, что ли, немножечко в своем, что ли, котле таком варятся, хотя Стрэндж играет за Псид-Сторм Гейминг, я тоже думаю, Сайд-Сторм Гейминг, даже не знаю, я думаю, что он тоже там как-то контачит, на самом деле не знаю, но вот почему-то по последнему, во всяком случае, по предыдущему году, результаты СНГ до печальны, печальны, скажем так, то есть, Хэппи, вот, когда еще играл, он как-то компенсировал, скажем так, общее отставание, наверное, СНГ региона, после того, как ушел Хэппи, ну, вот, я не знаю, даже как-то особо болеть ничего, не за кого, что ли, на крупных турнирах, то есть, вот, был Стрэндж, на, по-моему, весенний это был чемпионшип, или летний чемпионшип, когда вот он с полком сыграл, там, 2-3, очень-очень близко сделал, Сенсасу, считай, да, а больше как-то... И причем, он же победил, но в суде ошибку совершили. как сказать, я вот на самом деле, на самом деле, в том вот случае, я посчитал, что судьи, наверное, засудили правильно, то есть, я бы, наверное, решил так же, как решили они. Не знаю, там сложная, противоречивая ситуация, но я, вот, и еще, когда были тогда споры на форумах, да, и так далее, тому подобное, я все-таки пытался как-то оправдать именно победу Полта в том, в том матче. Понятно, что печально как-то. Очень печально. Вот, я как бы очень хотел, чтобы победил Стрэндж, но мне кажется, что там все было, ну, что ли, как-то... Может быть, оно не очень честно, вот именно с точки зрения кармы, да, с точки зрения какой-то высшей прям справедливости, честности, вот именно честности, да, но по суровой какой-то, вот, я не знаю, букве закона, что ли, наверное, все было правильно. Но, опять же, это здесь, я думаю, каждый останется при своем, и какого-то однозначного решения вывести нельзя. Далее, что? А на самом-то деле... А, на самом деле, еще такая небольшая, наверное, новость. Распалась китайская команда Zenith of Origin, за которую выступал в том числе один из старейших и самых опытных игроков Китая Tudmin, вот, и еще несколько игроков, которые менее известны, менее известны. Там, по-моему, Punk, вот такой вот никнейм у человека Сакья и MSK, это все китайские игроки, да, и, собственно говоря, сейчас, ну, что самое интересное, что появилась информация, что Tudmin, скорее всего, будет искать себе иностранную команду, и сейчас он, если верить Team Liquid, вместе с другими китайскими игроками, вместе Кьян и еще там кто-то был, вроде как перебирается в тренировочный дом прямо в Корее, вот, MSK будет выступать за другую китайскую команду, X-Team и Punk и Сакья, их, вроде, будет персонально поддерживать такая вот штука, как ESR, то есть, это тренировочный такой вот буткемп, который спонсирует сайты спорт ranking.com но это минорная новость, ну и еще по Starcraft, конечно же, должен сказать, что мы анонсировали пока что на форуме четвертый сезон Starline, это наша СНГ лига по Starcraft 2, в ближайшее время у нас пройдут квалификации, как обычно, те, кто следит в принципе за Starcraft там в СНГ знают наш формат, мы будем использовать такой же формат, как в предыдущем сезоне, то есть, 4 открытых квалификации, юниорская лига, по их результатам формируем Challenger лигу, затем основной сезон на 16 игроков, и призовой фонд, нету у нас по-прежнему спонсоров, хотя мы вроде как пытались найти, но не получилось, поэтому будем снова пытаться стараться насобирать за счет сообщества, и как обычно догнать его до 50 тысяч рублей, поэтому пожалуйста следите, приходите на стримы, поддерживайте так сказать СНГ Starcraft, как раз вот одна из причин, по которой мы делаем Starline, это чтобы помочь развитию Starcraft в СНГ регионе, вот такие дела, и наверное по Starcraft это все основные новости на данный момент, ура товарищи, поддерживаем Starlight Лигу, отличное начинание, и отличная организация, уже три сезона прошло, я думаю, что всем понравилось, и всем идет четвертый, я тоже очень на это надеюсь, что всем понравилось, но вот как-то беда, не умею я работать со спонсорами, вообще попытался, но наверное еще то ли рано, то ли это никому не нужно, то ли нужны какие-то связи, буду пробовать дальше, посмотрим, может быть когда-нибудь что-нибудь получится. Я бы сказал, это все сводится, никому не нужно, не стоит недооценить. Нам может даже в четвертом сезоне кто-то объявится, и мы анонсируем спонсоров какого-то большого для Starline посмотрим. Может быть, может быть. Gazprom. Gazprom. Почему и нет. Да, и в качестве приза баллон газа. На самый год. Персональный этот, как есть это интернет от такого-то там допустим провайдера, вроде браток по-моему когда был вот этот интернет от Билайн газ от Gazprom. Годовой запас газа. И баллончики подпишут для победителя. Да, как раз по тематике постоянных подрывов так сказать в комьюнити очень подходит. Это будет тематический спонсор и как-то можно будет обыграть это все. Сейчас давайте перейдем к Доте второй. Ее же нам опишет Пласт. В Доте относительно все тихо после отбора щит на Дак. Я выделил наверное 3-4 новости примерно так кратко. Первое это уход румынского легионера Михая Антонио Кенцова. Неплохой игрок средней позиции. Играл в комплекте полно продвижение трех четырех чуть больше с хвостиком месяцев неплохие относительно результаты были что-то повыигрывали что-то нет но вот последний наверное месяц по трабу достаточно критичный для комплектии по его словам он очень плохо играет можно заметить что самокритичный весьма таки игрок и он решил взять как раз таки паузу и то бишь уйти это с одной стороны это уход в инактив с активной профессиональной сцены с другой стороны он доставляет контракт он его не рвет не расторгает он лишь будет стримить для комплектии на их твич канал как долго фиг его знает с другой стороны может призрачный шанс что он обратно придет в основной состав но я не думаю там уже неплохо себя зарекомендовал в последних играх эрик донг 747 это временная замена мид ну как мы знаем в большинстве случаев временная замена всегда переходит в активный состав основной что касается результата в целом комплектии ну где-то они повыигрывали но относительно ванов и прочее это хуже среднего из таких вот наверное самых запоминающихся и самых крупных для команды это четвертое место на эпицентре первое место на онлайн турнире дота кенеда кап то есть сезон там скорее всего команды чуть похуже мы все же знаем что в американском регионе кроме злогениев они же кроме комплектии кроме DC и кроме парочку еще миксов относительно конкуренции нет так что по сути это свободный регион и команда которая чуть посильнее других да ну вот находится где-то промежуточно между тер 2 и тер 1 или стабильный тер 2 она может обеспечить несколько слотов на крупные лан турниры потому что большинство организаторов напрямую зовут как evil geniuses так digital chaos там же выступает украинский игрок роман resolution фломинок топовый мидер на данный момент так вот так что там конкуренции особо нет потому большинство команд если есть возможность да если они проходят отборочную европу и прочее они стремятся именно туда потому что это гарантированный слот что касается комплексити увидим как у них пойдет но по последним играм они неплохо играли хороший спейс сделал хорошо фармил хорошо гангал то бишь ну наверное достойно замену окейнцу что касается самого окейнца он сам не знает по его словам будут работать над собой будет стримить и может вернется или нет но я склоняюсь к тому что он не вернется уже обратно в комплексити он просто останется сколько там месяц полтора два три как раз когда истечет контракт постремит и уйдет дальше или будет какой-то микс европейский или может надеть себе другую команду благо у него уже есть какое-то имя какое-то послужное резюме послужной список вот что у нас далее из таких вот трансферов эски шведский игрок покидает орду тимхард то бишь команда Аки того легендарного Аки который с альянсами выиграл 3-й интернешн целый год доминировал в далеком 2013 году у него по его словам у него пропала мотивация игровой запал и он решил уйти не знаю так ли это может быть просто кто-то говорит что он недоигрывал кто-то говорит что он был слишком токсичный точно никто не скажет вот он потом он возьмет соответственно брейк перемену немножко отдохнуть чевалт в инактиве побудет потом если вернется ему его мотивация соответственно он вернется обратно вопрос куда потому что особо крутых команд нету да и стаков с потенциалом не сказать что мало но и немного как-то так из крупных достижений орды наверное самый крупный это второе место на европейских есенке финалах весга 2016 и восьмое место на квалификациях в Star Series StarLadder I Leach Star Series Season 3 как-то так вот кто займет его место неизвестно будет тестить игроков пока что никто ничего не знает вот это что касается я бы сказал наверное трансферов ну плюс наверное тут еще вот как раз таки Infamous обзавелись обновленным обновленным составом один игрок к ним пришел но команда играет не но это такой среднячок иногда как и говорит на посольство палкой раз в год стреляет может как-то так эту команду назвать относительно американского региона она неплохая и наверное напоследок из всего такого было несколько патчей они были косметического характера если не ошибаюсь именно прошедшую эту неделю не брать с учетом то что было раньше то бишь некоторые сундучки добавились потому что компендиумы обновляются чуть-чуть там фиксится клиент чтобы меню не лагало или что-то вроде этого или какой-то худ там пофиксит потому что все-таки перешли на новую версию доты соответственно сами худые это то бишь ну окраса внутриигровая то бишь вы можете свой интерфейс настроить сделать купить себе какой-то худ там какая-то картинка будет или сам худ цветной ну краши для себя сделать соответственно под него Valve просто тоже регулярно выпускает и патчи потому что пытаются фиксить огромное количество худов на что накопилось за этих 5-6 лет до момента на переход на новую доту то бишь на последнюю как простонародье любят называть доту вот что у нас еще тут такого радикального произошло ну наверное последние две новости я бы хотел вкратце рассказать первое это наверное об игроке Team Secret как говорят ранки все любят играть он занял первое место в европейском регионе в рейтинге то бишь набил более 9000 очков стал по-моему 16-17 игроком вообще кто это смог сделать на данный момент ему принадлежит первая позиция и у него в активе около 9222 очков примерно так выходит то бишь парень старается играет активный хороший игрок мидуан он до вступления в Team Secret играл во фнатиках хорошо себя показывал мне очень нравится на нем то что он флексибильный он один из тех игроков который мне чуждо пересесть с керри на мид сметь на саппорта саппорта соответственно на харду на хардлинию оффлайн и это дорогому стоит очень мало таких универсальных игроков есть как-то так и одна из последних это как раз стало известно местопровождение как раз таки киевского мажора СНГ мажора нам удостоилась такая честь соответственно мы все рады потому что такой турнир такого формата и наконец-то пришел в СНГ потому что в СНГ очень популярная дота огромное количество команд коллективов болельщиков вот и так что мы знаем так же как и в Бостоне нас ждет сетка сингл элиминашн пэст то в три то бишь нет у вас права на ошибку если вы один раз ошибились и все и это решающая стадия стадия пэв давайте до свидания как говорится давай до свидания с одной стороны это круто с другой стороны не очень так как игроки не особо довольны этим всегда лучше когда у вас есть второй шанс на отыгрыш потому что может какой-то не сильно комфортный соперник вам попасть или соперник с которым например очень мало тренировались и ваша заготовка против него не вышла или что-то пошло не так и заодно пэстов 3 серии вы как бы проиграли и покинули турнир хотелось бы наверное иметь какой-то аналог того что было на интернешн или вот правда я вот подзабыл поводом W-mination было на последнем интернешн главное чтобы было W-mination сетка W-3 то бишь чтобы было право на шагу чтобы нужно было отыграться все игры проходят в формате B-103 единственное исключение финал там B-105 без преимущества потому что ранее в бородатые времена в частности в Starlight те команды которые проходили по верхней сетке да если бы это было W-mination у них было всегда преимущество на одно очко такого тут нет чистый Б-5 лучший из лучших как говорится победит дата про провождение это ну апрель по 27 до 30 и киевский палац национальный дворец искусств в Украине пройдет как раз этот киевский мажор с 27 по 30 апреля говорят что этот вот дворец он очень старый какие-то я могу подтвердить я сам у меня огромное количество родственников из Киев если судить по нынешним фотографиям я как бы относительно дома полкода 5-6 лет назад и то что я вижу сейчас на текущих фотографиях абсолютно то же самое то что было когда-то в тем далекие времена когда я гулял ходил по Киеву так что да он наверное не самый не самый люксусный не самый новенький но я думаю это можно относительно что-то как-то пофиксить да то бишь подготовить как-то чтобы было все сносно для всех в чем наверное как по мне плюс это вообще провеждение мажоров в СНГ во-первых это дешево относительно других и можно выбирать интересные площадки например можно вспомнить по аналогии Минский Старладер где был в Минской арене был Старладер по доте по КС вроде все круто все круто огромная арена но насчет Киева я не знаю почему они остановились на национальном дворце искусства потому что если не ошибаюсь у нас были Старладер или а не ВП Лига давно-давно была она проводилась на киевском стадионе на Динамовском если не ошибаюсь там как раз и по КС что-то было мне вот загадка почему именно пал взор на национальный дворец искусств может наверное это имеет отношение с тем что дешевая аренда или как-то более доступно в центре кто его знает ну и одна из последних таких новостей но это так скорее всего не то что перепалка известный комментатор СНГшний Роман Лепехин Каспер написал интересный такой блок как куда доехать то бишь те люди которые пытаются приехать или будут хотеть приехать на киевский мажор написал плюс-минус им рассказал где можно пожить что купить сам сок этого в том что он написал что для русских русскоязычных то есть для россиян более-менее легко приехать в Украину в эту перепалку вступил НС и я с ним наверное согласен что вследствие последних событий в частности политических ну мы не об этом но если уж так говорить то тяжеловато наверное пересечь границу россиян и посетить как раз таки Киев или Украину потому что контроли чуть-чуть пожёстче и так далее это к чему потому что Каспион написал одно это может служить как дезориентация потому что я думаю перед тем когда какую-то подобную информацию писать даже даже если от себя да тем более он одной из самых медийных лиц на пространстве доты в СНГ в частности кроме медевата и него мало кто с ним может сравниться разве что NS и дред и писать как бы дезинформацию для людей наверное не круто да может не столько людей смотрит но все равно там или в контактике или в твиттере человек рано или поздно эту информацию наткнется тем более все когда например даже те люди которые не слышали не знают что такое дота и может заинтересовать какой-то тизер и прочее что они видели они могут где-то косвенно увидеть эту информацию то бишь там между ними так вот дружеская перепалка случилась в этом я поддерживаю наверное NS потому сейчас не так легко пересечь границу и приехать в Украину как расписывают соответственно Каспер как-то так что касается дальнейших новостей ну наверное плюс-минус все потому что на этой неделе на прошедшей особо какой-то шумихи не было если уж так вспоминать имперцы прошли отборочный на дак успешно обыграли финалы Rebels тубер седой компания и заслужили слот от снг региона на дак это скорее всего более относительно на предыдущей неделе хотя тоже можно так молодцы парни стараются играют вроде состав у них интересный собрался и все совместно тренируются и играют ну и соответственно скоро будут как раз таки отборочные на киевский мажор но чуть более подробнее это на следующем нашем выпуске потому что очень-очень скоро будет обнародована информация по поводу отборочных что да как кто примет участие какие слоты будут и так далее это уже скорее всего на следующий выпуск из мира доты наверное вкратце как-то так за прошедшую неделю ничего наверное сверхъестественного я бы не выделял и наверное такие не было но так неплохо вкратце получилось на полчасика наверное отлично итак мы рассмотрели все новости этой недели какие-то основные моменты затронули прощаемся с вами до следующей недели я думаю что наш состав пополнится новыми участниками будет еще интереснее всем пока до скорой встречи спасибо пока пока подожди 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 ждем я я хотел попрощаться на португальском языке но забыл забыл почему-то как там прощаются то ли там говорят чао то ли что-то блин вот это позор поэтому до свидания пока пока